Инжир Инжир – это самый загадочный и очень полезный фрукт. Это ценный плод с богатым вкусом и сочной мякотью. Инжир помогает лечить множество болезней, а еще он очень вкусный и питательный. Инжир является плодовым деревом, произрастающим в субтопическом климате. Поднимается он высотой где-то до 8 метров. Инжир может плодоносить дважды в год. Цветет совершенно незаметно, ведь цветы инжира расположены внутри соцветий в коре, отчего кажется, будто плоды возникают прямо из веток. Плоды инжира бывают разных цветов – от светло-зеленого, желтого до темно-синего. Инжир, фига, фиговое дерево – все эти названия принадлежат этому уникальному дереву. Его основные преимущества – уникальное и питательное содержимое. Его выращивают в Греции, Турции, Испании, Египте, Крыму. Полезными свойствами он обязан своему составу. В нем содержатся аминокислоты и минералы – магний, калий, фосфор, кальций, селен, медь, цинк и железо, марганец, а также витамины А, В6, В3, 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 В3. Полезность инжира неоспорима, но все же не все знают о нем достаточной информации. Итак, калорийность свежего инжира составляет 49 ккал на 100 грамм, калорийность сушеного инжира – 257 ккал. Свежие плоды инжира быстро портятся, их можно хранить в холодильнике не больше недели, но не следует бояться калорий. Полезный витаминный состав все же преобладает. Главное употреблять инжир дозированно и в первой половине дня, как и любые другие сладкие фрукты и ягоды. Конечно, удобнее всего хранить инжир в сушеном виде, в прохладном темном сухом месте. Сухофрукт сохраняет свои полезные свойства в течение нескольких месяцев. Как есть инжир? Лучше всего есть инжир в сыром виде, с неповрежденной кожурой и семенами. Суточная норма сушеного инжира для взрослого человека – 50 грамм на сутки, не более 5 ягод, а свежего инжира можно съесть немного больше – 150 грамм. Также сырой инжир добавляют в салаты, готовят на гриле, пекут с ним пироги. Он подходит для приготовления десертов. Сушеный инжир добавляют в выпечку, полезные конфеты и сухофруктов или, к примеру, запекают с мясом. Какие же полезные свойства у инжира? Инжир улучшает работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Рекордное содержание калия делает инжир особенно ценным продуктом для людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов. И, конечно же, инжир может регулировать артериальное давление. Также он способствует снижению уровня холестерина, а потому считается полезным для профилактики атеросклероза. Инжир рекомендует употреблять при бронхиальной астме и сухом кашле. При простуде инжир поможет повысить защитные функции организма и поддержать иммунитет. А отвар сухих плодов инжира принимают в случаях истощения, высокой температуры, ангины, инфекции полости рта, охриплости. Отвар листьев тоже будет полезен в случае кашля. Благодаря высокому содержанию в своем составе железа, инжир считается отличным средством для борьбы с анемией, особенно в составе витаминной смеси с орехами и медом. Также инжир стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, устраняет запоры, выводит токсины, шлаки, избавляет от паразитов и бактериальных инфекций. Инжир содержит большое количество веществ, которые замедляют процессы старения и предупреждают онкологические заболевания. Также он выводит токсины, песок и камни из почек желудочно-пузыря. К нарывам и гнойникам прикладывает инжир разваренный в молоке. Это отличное средство, позволяющее ускорить лечение. А сок свежих листьев инжира прекрасно увлажняет сухую кожу, лечит угри и раны, выводит бородавки. Об этом написано еще в древних восточных трактатах. Инжир идеально подходит для кожи. Для этого нужно взять большой инжир или два маленьких, разрезать пополам, удалить мякоть и хорошо размять. Если вы хотите улучшить текстуру кожи, добавьте чайную ложку меда или йогурта. Нанесите маску на лесу и держите 5 минут. Потом нужно смыть водой. Рассмотрим несколько рецептов из жира. Отвар из плодов инжира. Для этого нужно взять 2 столовые ложки сушеных плодов, 1 стакан молока. Варим инжир в молоке, пока плоды не размягчатся. Принимать средство нужно 2-3 раза в день по 100 миллилитров при гастрите. Подходит лекарство и для полоскания горла. Используется и наружно, как компрессы при фурункулах, нарывах, острых воспалениях надкосницы и соединительной ткани. Теперь приготовим очень хорошее средство от кашля. Берем 1,5 литра молока, 1 сушеный или свежий плод инжира. Молоко подогреть и положить в него вымытый инжир. Довести жидкость до кипения, держать 30 минут на небольшом огне под закрытой крышкой. Объем должен снизиться на 1 треть. Емкость укутать и оставить до полного остывания, чтобы инжир распарился. Достаточно 3-4 часа. Лекарство хранится в холодильнике, помогает при куклюше и при приступах кашля во время простуды. Повышает сопротивляемость организма. Курс лечения составляет 10-15 дней. В целом, инжир – это очень полезный продукт со множеством целебных свойств. Но людям с определенными проблемами со здоровьем, такими как диабет, аллергия или ожирение, необходимо соблюдать осторожность при его употреблении. Кроме того, инжир противопоказан людям с язвенной болезнью желудка, воспалительными процессами в кишечнике и подагре. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Всем хорошего самочувствия! Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии.